Шаг к мечте Мы продолжаем цикл передач о людях, посвятивших свою жизнь необычному и красивому виду спорта – теннису на колясках. Или, иными словами, теннису без границ. Его жизнь ничем не отличается от жизни обычных людей. Спорт, семья, работа, увлечение. Однако, чтобы затеряться в толпе и быть как все, он приложил немало усилий. Константину Афиногенову 36 и более 10 лет он прикован к инвалидной коляске. Однако, это средство передвижения не преграды на пути к успеху, уверен он. Этот позитивный человек все время готовый улыбаться, сделал многое, чтобы обрести настоящую независимость. Работать. Работать во всех областях. Над собой, своим физическим состоянием, духовным состоянием. Работать, чтобы заработать деньги, работать, чтобы добиться, не знаю, какого-то социального статуса, чтобы добиться, чтобы у тебя был спутник или спутница. Везде нужно работать. Константин родился в Крымской области, в семье военного. После многочисленных переездов обосновался в Петербурге, где в 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. А через два года молодой человек из-за несчастного случая получил перелом позвоночника. Жизнь раскололась на то и после. Врачи ставили самые скептические диагнозы. Родители были шокированы. Но Константину никогда не показывали своего отчаяния. А что касается семьи, она вас поддерживает? Да, это основная опора, которая позволила мне сейчас вести тот образ жизни, который веду сейчас. Это все их заслуга, безусловно. До травмы Константин сменил несколько специальностей. От программиста до сервейера. После же перелома и небольшого периода восстановления, поиск себя и способа заработка пришлось вособновить. К сожалению, образование и работа, которой я занимался до травмы, она несовместима с коляской. Я работал в порту с кораблями, драфт-сервейером. Проводил качественную количественную оценку грузов, состояние трюмов и так далее. Я экспертизой занимался. Сейчас на корабле, естественно, уже на коляске не подняться. Пришлось искать новый способ заработка. И он подвернулся абсолютно случайно. Пришли друзья, предложили порисовать схемки для журнала, которые они выпускали сами. Познакомили с графическими приложениями на компьютере. Ну, естественно, я был с ними уже знаком, с общими какими-то принципами. Но это не было какой-то там панацеей для меня. Ну, согласился, почему нет. Порисовал схемки, оказались сложными там чертежами в итоге. И над каждым пришлось карпеть довольно долго. Но это дало возможность разобраться в каких-то базовых, ключевых моментах. Дальше пошло самообразование, книги, интернет, интернет и книги. Потом, опять-таки, случайно подвернулась возможность устроить работать в типографию. Благодаря танцам, благодаря спорту. Типография была организована при спортивном клубе, который у нас профилирует танцы в Санкт-Петербурге. Один из лучших, наверное, не только в России, в мире. Вот при них я работал в типографии, набирался опыта. Потом с уходом из танцев ушел из типографии. А может быть, с уходом из типографии ушел из танцев. Перешел в другую типографию. Опять-таки, рос Росба, рос дар директора в типографии. Ну, собственно говоря, сейчас ушел из типографии, открыл индивидуального предпринимателя, и, собственно, сам занимаюсь той работой, которая мне интересна. Помимо проблем физической реабилитации, финансовых трудностей, с которыми столкнулся Константин, одним из главных препятствий для него стали ступени собственного дома. В лице Константина Афиногенова сообщество маломобильных людей приобрело настоящего борца за право на безбарьерную среду. Константин всегда решительно отстаивает свою гражданскую позицию и готов идти на отчаянные меры для того, чтобы уберечь колясочников от еще одного препятствия на их пути. Большой спорт, он полезен, не бывает. Не знаю, мне, большой спорт мне хотя бы позволяет подняться домой по тому пандусу, по которому, кроме меня, никто подняться не может. Да, ну, пока занимаюсь спортом, силы есть, вот я как-то. Это очень помогает в жизни, безусловно. По реплите, которые оставляют ваши сотрудники. На мои обращения в ГУЖА, в администрацию Фрозенского района никаких мер не последовало. К сожалению, так оставлять дело нельзя, это не соответствует никаким ГОСТам и СНИЛСам. Поэтому мы вынуждены попросить ваших работников переделать это дело и немножко им поможем. Все равно переделать, потому что я вам помогу. Да не надо, не надо помогать, потом мы снимем, осталось. Нет. Мне вот тут уже резано, не надо. Ничего, ничего. Я вас спросил когда. Вы не стали. Я обзвонил всех, ответа ноль. Поэтому будем делать так. Вы ложил ее? Вот придет. Ты ее ложил? Я вас предупреждал об этом. Ты кто такой, чтобы ты мне прибыли? Я инвалид, который собирается поймать за ты дар. Но мы сделали там тебе нормально. Да там чего мне? Не здесь надо. Почему там сделано, а здесь нет? Там я специально взял трактор и выкопал. Нет, Сергей, Константин. Вот начальник придет. Тогда он придет. Он придет, он придет. Скажут сделать, не сделаем. Нет. Главным же увлечением, появившимся в жизни Константина после травмы, стал большой спорт. В 2006 году он получил первое приглашение попробовать свои силы в спортивных танцах на колясках. И первые же шаги на этом поприще привели к успехам. Занимался активно танцами на колясках. Тоже был в сборной. По ряду причин привели меня к тому, что я хочу поменять вид спорта. И познакомился с тренером по теннису. Собственно говоря, попробовал. Мне понравилось. Я до этого, ну как, не то что играл, но ракетка у меня была. Мы с друзьями выбегали на кортах побегать. Естественно, все это потом оказалось даже вредным. Но представление я об этой игре имел, мне понравилось. От травмы я постоянно занимался спортом. Но я занимался им, так сказать, не то чтобы в свое удовольствие. Ну, мне было интересно принимать участие в соревнованиях. Но это была лишь небольшая часть моей жизни. До момента увлечения парусом, гребно-парусом, многоборьем и водным туризмом. Когда я этим заболел, да, действительно, это было что-то. Мы жили этим. Ну, это такая тоже, да, своя, не знаю, каста, да, там, людей, которые занимаются парусом, яхтами. И всем, что с этим связано. Живешь в яхт-клубе практически, да, этим дышишь. Но там, опять-таки, не было цели попасть вот куда-то там в топ, да, мировой. Полная отдача требует вот такой большой спорт. Как совмещать с работой, с семьей? Ну, очень сложно. Ну, на самом деле это практически несовместимые вещи. Приходится постоянно идти на компромиссы с работой, с семьей, со спортом, к сожалению, в том числе. Чем-то жертвовать все равно приходится. И сейчас я стараюсь объединить еще два вида спорта. То есть в теннисах, в бадминтон играю, при этом работа и семья. Это, конечно, все приходится отрезать от сна. Сегодня Константин неоднократный финалист международных и российских соревнований по теннису на колясках. Несмотря на то, что трудностей на пути к высоким достижениям немало, Константин не сдается. Не привык. Следующая его цель – Паралимпиада. Плох тот солдат-то не хочет быть генералом. Если начал заниматься спортом, то, естественно, в цель идет Паралимпиада, как венец, да, ну, и как промежуточный этап. Такие турниры международные, без этого нет смысла, на мой взгляд, заниматься. Константин, он титулованный российский теннисист, он участник чемпионатов России, призер чемпионатов России, чемпион Санкт-Петербурга. Отличается тем, что имеет хорошие сильные крученные удары, неплохо передвигается по корту и старается войти в мировую элиту. И вот поэтому участвует в международных соревнованиях. Тренируется он непосредственно здесь, на теннисных кортах, жесть. И, соответственно, теннис – это не единственное, чем он занимается. Также он дизайнер, он делает всевозможные программы, буклеты. Занимается еще дополнительной коммерческой деятельностью для того, чтобы обеспечивать семью. Это отличает многих участников этих соревнований, что помимо того, что они спортсмены, плюс они еще, к тому же, состоявшиеся личности. После травмы жизнь Константина поменялась. Но это не означает, что она стала менее интересной, уверяет он. На коляске Константина Финогенов не только погрузился в стихию большого спорта, обрел любимую работу, но и встретил вторую половинку. Не забывает он и о своих давних увлечениях, играет на гитаре и пишет стихи. А главное, не забывает повторять, что возможности человека ограничены лишь его мечтами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА